Очередной конкурс. Броски на точности. Здесь за 15 секунд можно нанести 10 бросков по мишеням. И задача, естественно, управиться как можно быстрее, потратив наименьшее количество бросков. Если вспоминать прошлый год, то тогда Алексей Морозов потряс воображение всех участников. Управился он за 5 бросков и фактически вопросы снял. Тогда еще Сергей Федоров очень здорово начал первыми тремя бросками. Поразил три мишени. Но вот дальше дело не заладилось. Ну а я снова передаю слово Наташу Кларк. Да, Саша, ну вот в прошлом году Леша Морозов вот в этом именно конкурсе, по-моему, подряд с всех своими бросками. А сегодня, в предыдущем конкурсе, Леша, ну вы как телеги какие-то, почему-то? Ну не телеги, совсем проиграли метр буквально. Ну просто у нас Яни Низкого, может, упал вначале чуть-чуть, спотыкнулся. Поэтому не считаем, что уж много же мы что-то проиграли, делали все возможное для команды. Ну ваша команда, она с высокоростным качеством на самом деле не уступает, вот если брать индивидуально игроков, там Саша Радулова, у вас еще кого-то? Ну индивидуально, да, хорошие мастера, быстрые. Ну и в той команде очень хорошие ребята. Техничные были, тут же Максим Сушинский, Винханда, Леомазякин. Это их не конек, обыгрывать стойки соперников. На той стороне сейчас Максим Сушинский дает интервью Никите Гулину. Мы послушаем его. Спасибо большое, Леша, спасибо. Да, как раз действительно Максим Сушинский сейчас ответит на наши вопросы. Но в первую очередь, как насчет Радулова, который пытался там через стойки прокидывать шайбу, апелляцию бы подавали, если бы все-таки они обогнали вас? Я думаю, что нет, не подавали, потому что мы и так выиграли. Вообще вот в этом конкурсе все почему-то думают, что нападающие должны играть первую роль, но Александр Гуськов бежал на первом этапе. Как решали, кто будет вообще участвовать в этом конкурсе? Знаете, мы пришли с утра на раздевалку, уже были все конкурсы расписаны. Я думаю, что это КХЛ расписывало. Как все-таки настроение в команде, потому что Супер Скиллс всегда выигрывала команда Яшина, но в матче проигрывали. Вот сейчас что самое главное? Я не думаю, что самое главное проиграть Супер Скиллс и выиграть игру. Я думаю, что лучше выиграть и там, и там. Спасибо большое. Максим Сушинский был в прямом эфире. Александр. И Сергей Федоров готовится к тому, чтобы исполнять серию бросков. Надо еще объяснить. В прошлый раз три из трех он вначале. Для зрителей, что можно из-за четыре броска разбить все мишени и закончить. Тут важно быстрее их разбить и за минимальное количество шайб, и минимальное количество времени, если оба одинаковые количества бросков произвели. Да, ну и в случае, если будет равенство, преимущество получит та команда, которая затратила меньшее количество шайб. То есть меньшее количество бросков было у нее, но и которая потратила на это меньше времени. Это в том случае, если равенство будет. Вот мы видим, что Сергей Федоров за девять шайб. А ты думаешь, что? Точнее, чем просто. Там еще вот что получилось. Шайба отскочила, одна из ворот, и она бы как бы дополнительной была. Поэтому она и осталась лежать. Рис Саймон готовится исполнять. Человек, который попал на матч звезд, будучи игроком еще одной команды, ну а сейчас уже является игроком другой. Более всего, конечно, славен он, наверное, и известен незаброшенными шайбами. Тем не менее, в былые годы у него бомбардирский его счет тоже был более чем впечатляющим. Вот вам и. Пять бросков, четыре разбитые мишени. Ну, он не случайно, он ведущий снайпер был. И в «Витязи» именно при игре в большинстве его броски с точки брасл у него там просто очень опасны. И здесь мы видим, что это отличный мастер. Ну и 29 шайб в сезоне 99-2000 за Вашингтон у него были когда-то. Но уже, в общем, пускай это было некоторое время назад, но бросок-то никуда не девается. Это разговор о том, что все думают, что там может учесть и табайтер, подраться может. Отличный мастер, отлично. Ну и теперь человек, с чьим именем названа команда. Так что практически человек и пароход, я не знаю, человек и самолет, и главное, что человек и хоккеист. Яромир Ягров. А лидер и капитан команды имени себя. Немного бы сомневался, что у него потенциально проблем никаких не должно быть. Но дело потенциальное, а каждый раз, в общем, им приходится доказывать по-новой. Вот Ягру сейчас приходится, и что и не активно. Я думаю, он больше всех смеется сам. Видимо, действительно, Яромир, безусловно, в душе такая кошечка скрепется там, что как-то, 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 и идеальный результат. Да, но это всего лишь пришел, на самом деле, всего лишь момент, когда люди могут себя проявить. А вот момент бросков, он не так был, кстати, весь. Ну, можно его понять. Посмотрим, насколько получится у его оппонента. А, хорошо. Ну, кстати, человек в имени, кого очень много зависит от того, вот, как выступит Яшин, и тогда практически этот шанс у него будет. Алексей Яшин готовится исполнять. Готовится заканчивать этот конкурс. Первым броском попал. Здесь заочное соревнование с Ягру. Семь бросков, четыре мишени, более Женея, и думаю, что команда Яшин выйдет. Сейчас дождем соглашения результата. Но, тем не менее, да, на фуме, да, что и лучший результат выйдет. И второй? И лучший, и второй, да. Лучше малых ронят, потому что как-то в сомби получится. Ну, вошли раз после этого конкурса. Молодцы, пацаны, да. Ну, это я, чтобы и получше. Возлящий расставка. Сейчас четыре, но это не получится. Но становится 3-1. Ну, напомню, что... По-другому абсолютно идет, в общем-то, подбор команды. Ведь вспомню, в прошлые годы-два это была практически сборная России против сборной легионеров. Теперь это восток-запад. Субтитры сделал DimaTorzok